Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу ответить на некоторые вопросы, которые поступают мне в последнее время. И эти вопросы касаются как самих моторов, их производства, что такое производство и чем оно отличается. Многие, наверное, слышали о таком типе производства, как ОЭМ. Это когда делается какой-то продукт, и этот продукт отдается на завод-производитель. То есть тот, кто является заказчиком, не является самим производителем. Он его разработал или же довел до кондиции этот продукт, и в том состоянии или в том качестве отдается на завод, кто будет производить этот продукт. Также производятся контроллеры и наши автомобили. То есть то, что вы видите на наших презентациях, наши продукты, имеющие наши моторы, это мотоциклы, автомобили. И это не означает, что мы все это производим сами собственными руками. Да, мы делаем прототипы, мы дорабатываем эти продукты, и затем отдается на завод-производитель. И даже те моменты, когда мы берем уже готовый автомобиль, например, и дорабатываем его. Автомобили в Китае, например, допускаются к движению до 45 км в час. У них стоят слабые моторы. Мы ставим свои моторы, дорабатываем их, дорабатываем контроллеры, или же всю систему, адаптируем эту систему. И затем уже отдается этот автомобиль в производство именно с нашими уже доработками. На эту доработку также делаются сертификаты. То, что вы сейчас можете увидеть, этот сертификат имеет в своем описании не только название этого продукта, но также данные заказчика, кто делает этот продукт, заказывает, организация, которая сертифицирует, и сам производитель, кто будет производить эти моторы. Здесь вы как раз видите полный допуск, не только сертификат, сам корочку, которую мы могли видеть на наших сайтах или же в презентациях, а полный протокол тестирования и сертифицирования. То есть полный допуск этого автомобиля с указанием всех его компонентов. И здесь указывается и кто заказчик, кто выполнял этот заказ, на кого сертифицируется, кто производитель и сертифицирующая компания. И также указываются все компоненты и тому подобное. Также относится это и к контроллерам, когда дорабатывается контроллер, и он подгоняется и софтвером, и характеристиками к нашим моторам. Как вы, наверное, уже многие знаете, что не все контроллеры работают с моторами со славянкой, совмещенными обмотками. И это как раз и делается с теми компаниями, кто готов с нами сотрудничать. И затем мы заключаем договора с этими компаниями и сертифицируем на себя. Делается договор и указывается, в каких странах эти контроллеры мы продаем и в каких странах допускается продажа этим производителям. Или же на каких условиях возможно подключение других дилеров или же заказчиков. Также известно, что в Европе мы сертифицируем автомобили на определенные компании. Также и вы можете стать эксклюзивным дилером по каким-то транспортным средствам. Или же по тем продуктам, которые вы сами закажете и будете оплачивать сертификацию на этот продукт. А теперь хочу обратить ваше внимание на сами двигатели. Как вы знаете, мы производим двигатели для различного применения и DA-90. Мы применяем на автомобиле с внутренними шлицами, для мотоцикла, для трицикла. Также различные крепления для мотоцикла. И обратите внимание, что с самого начала нашего производства мы применяем однотипные энкодеры одной и той же компании. Чтобы не ошибиться, что это моторы со славянкой, на всех DA-90 на фазах одно и то же сопротивление. И оно корреблется плюс-минус 0,5 от 34 милиома. Если же сопротивление отличается, это не наша славянка. То есть этот двигатель не наш. Так что здесь вы можете определить, если у вас есть под рукой, возможность измерить сопротивление по фазам. И это сопротивление отличается на различных двигателях. И то же самое. Обратите внимание, что мы используем шестиполюсные моторы и диаметр ротора 86 мм. У четырех полюсных моторов, не нашего производства, диаметр ротора 80 мм. Сейчас хочу вам показать еще видео, которое уже, наверное, многие видели. Кто не видел, посмотрите. Тесты, которые проходили в лаборатории Саульмаш и проводились инженерами в лаборатории. Это Игорь Корхов. Он в лаборатории тестирует разные двигатели. Здесь погоняли двигатель DA90S, построили графики. Так, это у нас чего и от чего? Это у нас DA90S при 40 амперах фазного тока. От 0 до 3000 оборотов. Ну, почти от 0 до 200. При 40. Соответственно, вот зелененькая линия сверху, у нас фазный ток. 40 ампера, он фактически линейный, почти до конца, а потом падает. Соответственно, у нас момент красненький, торг красненький. Вот он, соответственно, у нас торг при данном токе 6,3 мм. И потихонечку падает к где-то 5,5 мм. Ну, и дальше завал, когда ток падает. Ну, это легкий режим работы двигателя с наивысшим КПД. КПД вот черной линией показан. То есть, он вот заскакивает у нас даже за 90%. КПД прям ровно. Ну, да, и очень широкий КПД, да. Ну, и, соответственно, синяя у нас мощность выходная. В данном случае это у нас 1600 ватт на 3000 оборотов при фазном токе 50 ампер. Вот, соответственно, это далеко еще до его номинала. Это один из частных случаев, то есть, для проверки максимальной рефиги на себе и максимальной КПД получили. И мне выпала такая интересная, уникальная возможность побывать на составлении протокола испытаний. Это довольно интересная, но можно сказать, что нудная такая процедура. То есть, сначала двигатель тестируется на определенном значении крутящего момента, на определенных оборотах. Так он прогоняется по всем оборотам. Далее тестируется следующее значение крутящего момента с определенным количеством оборотов и так далее. И один еще очень важный момент, это не просто установить и подключить контроллер с мотором на автомобиле или же на мотоцикл. Но важны также настройки этого контроллера. И если настройки не соответствуют тем настройкам, которые должны быть для этого мотора, то мы получим кучу железа и никакого эффекта. То есть, мотор будет греться, автомобиль или мотоцикл не будет ехать, и у нас будут только возникать проблемы. И даже возможно, что мы сожгем мотор или сожгем контроллер. Очень важным параметром является направление движения мотора. При положении вперед, то что вы видите, стрелка вверх, должно быть так, чтобы мотор вращался в нужном направлении, и колесо ваше крутилось, двигало ваше транспортное средство вперед. Если вам необходимо изменить направление, вы изменяете этот параметр на единицу или на ноль, меняя при этом также положение энкодера направления. Это следующий параметр. Для сохранения параметров, введенных вами, необходимо записать и сохранить. Нажатием этих двух кнопок, которые я показываю сейчас. При правильной настройке и указании стрелочки вверх, при даче газа у вас оба показания скорости будут положительны. Если же настройки неправильны, то одно будет положительное, второе отрицательное. Необходимо переключить или же направление движения энкодера, или же направление вращения мотора. Для наших моторов очень важный параметр – это скольжение. Если же скольжение выставлено неправильно, мотор будет перегреваться и будет неэффективен. Так что уделяйте должное внимание для настроек контроллера и не покупайте моторы и контроллеры в сомнительных местах, там, где вам не предоставят сервис и не помогут разобраться с настройками. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новости. Ставьте лайк. И всего хорошего. До новых встреч.